Самый знаменитый мордовский француз, отмечая день рождения, Жерару Депардье, исполнилось 68. В последнее время с именем актера связаны новости о его судебных исках к российской бизнес-вумен. Но наш сегодняшний сюжет не об этом. Павел Степаненко подготовил небольшую ретроспективу о том, как мы обрели знаменитого земляка и об эмоциях, которыми были пропитаны его визиты. Первые свои шаги по нашей земле актер с мировым именем сделал, когда МОЮ-2 исполнилось 64 в январе 2013-го. Тогда прямо в аэропорту его закружил мордовский хоровод. В ближайшем общении мордовскому народу открытый и веселый месье Жерар пришелся по душе. Причем всем от самого высокого республиканского руководства до простых почитателей его таланта. Мы премного взволнованы. Это потрясающее событие для нашей страны, для нашего города. Это просто какие-то сверхчувственные полеты на самом высоком и крутом крыле. А для новоиспеченного нашего земляка сверхчувственные полеты тогда только начинались. В первый же день маститый актер сделал на сцене то, чего раньше и представить не мог. Стал мордовином. И на выходе из театра, когда эмоциональный уровень повышать, казалось бы, уже некуда, в бой пошла тяжелая артиллерия. Котятки. Это мостик в еще один этап мордовской жизни Дебардье. Как и положено добропорядочному гражданину, в свой следующий приезд он зарегистрировался по месту жительства. Попросту получил прописку. Город Саранск, улица Демократическая 1, квартира 9. Чему и был весьма рад. Приезжая в Саранск снова и снова, Жерар Дебардье живо интересовался буквально всем. Нюхал мордовские цветы, пробовал на вкус мордовские продукты, проверял на прочность мордовский кабель. И очень часто говорил о бизнесе. Даже стал нашим местным налогоплательщиком. И при этом неизменно отзывался о Саранске с большой теплотой. Саранск – это небольшой город, и здесь я могу видеть жизнь людей. В Москве это только пробки. Люди, которые всегда спешат, а здесь я близок к земле. Я могу посмотреть на животноводство, на растениеводство, и мне все это близко. Все интересно. Но и свою главную сферу интересов месье Жерар в Мордовии не забыл. С самого начала он говорил, что готов открыть здесь киноцентр своего имени. И в этом августе обещание сдержал. Кинотеатр «Россия» после ремонта обрел новый статус. Со всеми необходимыми атрибутами, красной дорожкой и запредельным для республики количеством кинозвезд. Тогда же французский Мордвин снова побывал в нашей глубинке. Подчеркнуть, между прочим, и нетрадиционные для Европы отношения к Великой Отечественной войне. Я с огромным уважением отношусь к тому, что Россия спасла Европу от фашизма. Она это сделала, даже имея очень мало оружия и преодолевая другие трудности. В Европе очень мало людей знают об этом. Там думают, что от фашизма нас спасла Америка. У Депардии еще остались неосуществленные мордовские планы. Например, он неоднократно заявлял, что собирается строить здесь свой бизнес. И это может быть сеть ресторанов. Очень демократичных и при этом очень качественных. Павел Степаненко. Наши новости. Потому что орган... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова